28 марта в РДК имени Ленинского комсомола состоялся фестиваль-конкурс творчества среди школ и детских садов «Кружева души». Мероприятие послужило открытием года педагога и наставника в Искитимском районе. Этот год словно глоток свежего воздуха в работе, говорят педагоги. Все, что было забыто на время пандемии, возвращается. Фестиваль «Кружева души» – одно из самых волнительных событий учебного сезона. Ведь обычно учителя и воспитатели заботятся об успешности своих воспитанников. А сегодня им дана возможность проявить себя. Все, что мы умеем. Кто поет, кто танцует. Покажем все свои способности. Тему мы не определяли для того, чтобы сильно не озадачивать творческие коллективы. Но все-таки мы определили ту цель, которую поставил президент. Год педагога и наставника. Перед выходом первой творческой группы на сцену к участникам конкурса обратился заместитель главы по социальным вопросам Борис Шпека. Он отметил, что педагог – это не только источник знаний. Мало обучить теореме Пифагора или законам термодинамики. Важно быть творческим человеком. У каждого педагога внутри, в душе есть что-то. Кто-то бисером плетет, кто-то картины рисует, кто-то на гитаре играет. И этот фестиваль именно предназначен для того, чтобы люди могли открыться, отдохнуть душой, свои таланты преподнести в массы, чтобы народ порадовался и понял, что да, педагог – это звучит гордо. В творческом состязании участвуют 13 образовательных учреждений. Регламент выступлений каждого коллектива не более 15 минут. В ход пошли не только вокальные и танцевальные данные. Педагоги использовали все прикладные и технические возможности для постановки сценок. А сторонник мы не любим. Отправляйся-ка домой. Что же сразу вы хамите? Вы ж не знаете меня. Лучше чаем угостите. Заблудилась нынче я. Все участники поддерживали друг друга аплодисментами. Среди школ первое место получил коллектив Леневской школы номер 4. Среди детских садов победителем признан коллектив «Жаворонка» из рабочего поселка Ленева.